привет давайте поговорим сегодня про багет пока он у меня целый французы кое-что понимают в этом деле и действительно во франции не так трудно найти хороший багет хотя последнее время его стали делать замороженным и вот эти вот артизанальные вот эти ремесленники настоящие они свой хлеб продают очень дорого ну то есть это все видно все это знаешь вот когда хлеб багет хрустит когда он вместе с тем мягкий у него должна быть хорошая корочка в общем мы нашли здесь хорошую французскую булочную но не во всех булочных есть хороший багет именно багет и самое интересное что багет по-французски женского рода мне все время было как-то сложно зайти в магазин поначалу и попросите одну багет вот но самое интересное что смотрите давайте мы его вот так вот разломаем видите он вот такой вот настоящий настоящий у него прям такой во-первых тугая корочка а во-вторых внутри вот эта мякоть она должна быть не ватная а чуть-чуть такая тянущаяся в общем багет дело тонкое в париже он стоит гораздо дешевле чем в брюсселе ну примерно в два раза дешевле то есть около евро выйдет вот этот багет ординар что называется обычный багет потому что они сейчас есть ну просто кроме семян всякого разного чего там туда можно только положите оливки и так далее еще делают вот последние года два-три кладут самому само тесто активированный уголь то есть вот что-то угольная получается он такой черный я как-нибудь куплю я вам покажу и вот в париже есть ежегодно проходит конкурс на лучше багет и там конечно должна быть вот что называется пропорция всех хруста мякоти и так далее должна совпадать ну мне кажется это интересно я вижу что допустим багеты скажем испанские это вообще другая песня то есть это по форме напоминает багет но по составляющей своей по вкусу и так далее это вообще не то очень часто много корки иногда бывает очень много мякоти мой муж например вытаскивает мякоть ну в общем наверное еще у каждого свой вкус они бывают тонкие они бывают чуть пошире но вот те которые обыкновенные они вот такие вот по ширине самое главное забыла вам сказать в том регионе в котором живут мои свекры я как-то о нем уже показывал посмотрите видео там появилась два умельца в общем это конечно гениальная идея значит они изобрели такой агрегат ну вот что-то похожее на киоск бросаешь монетку и тебе выпекается этот самый багет то есть я так понимаю что он там стоит замороженным тем самым когда в регионе очень мало супермаркетов но есть все-таки сельская местность киоски хлебные они самообслуживающиеся да то есть каждый положил монетку и купил что хочешь там кстати сейчас они даже загружают круассан и так далее все очень вкусно действительно хороший багет хоть и замороженный так вот они просто разбогатели на этой идее и как только они появились ну лет пять может быть назад я нашла эту идею настолько классный но мы уже жили в бельгии мне казалось что это идея не их эксклюзивная а вообще по всей франции и мы в какой-то отпуск отдыхали рядом с лиможем и как раз все это выпало на майские праздники не было хлеба и мы я стала спрашивать на улице а где у вас есть здесь вот эти вот киоски они не смотрели думаю ну как это странная тетка вот оказалось что действительно эксклюзив разрешите показать вам парк лесного типа с достопримечательностями еще два века назад это было владение немецкого негацианта которого звали дюден посмотрите вот это конюшни как замок гарри поттера это я на фоне замка в неоклассическом стиле его после смерти миссию дюдена и его жены получил в подарок леопольд второй напоминаю что у нас идет самопринудительная изоляция заметно правда немножко из жизни собакевичей и про нее уже в шалаше готовлю шукхуд наша квашеная капуста только в горячем виде без хруста к ней нужно сало возможно копченая ягоды можжевельника побольше и много-много сосисок все заливаем вином белым пино нуар хорошо подойдет потому что блюдо из эльзаса сосиски по типу страсбургских или франкфуртских нужно что-то копченую либо сало либо те же сосиски хорошо и то и другое для вот этого копченого вкуса потом хорошо бы положить картошки немножко яблочко и опять выкладываем слой той самой кислой капусты заливаем вином и отставляем на полтора часа медленный огонь и пусть все тушится булькает и радует хочу еще поделиться с вами такой своей находкой хотя это уже давно не какая не революция в общем когда-то елена крыгина сто лет назад рассказывала про марку 3 шмакевой и это марка по моему американская или английская в любом случае это та марка которая которую можно купить только вот в англии или штатах в ирландии я не видел и даже сами ирландцы не знают что такое может возможно мне не повезло но в общем значит чем отличается эта тушь от всех других она смывается теплой водой то есть не надо никакое средство просто теплой водой и она вот такими трубочками которые получаются обматывали реснички она смывается то есть так примут улетают в воду вот эти вот поначалу даже страшно вот и мне очень нравится эффект после нее потому что никаких разводов потом она не оставляет но нужно конечно знать что вот у меня эффект объема там есть еще второй удлиняющий эффект мне больше подходит это так вот когда вы накрасились не ждите от нее каких-то эффектов накладных ресниц каких-то кукольных взглядов и так далее то есть это обычная рабочая такая на каждый день тушь но так как она снимается таким гениальным образом в общем я ее за это обожаю у других марок тоже есть такого типа туши и я их пробовала и это самое лучшее я пробовала клиник есть у них такая тушь мне не понравилось она просто при снятии просто уходят вместе с тушью ресницы то есть просто это это такой процесс прям сердце кровью обливается и вот у меня еще есть я буквально недавно купила сенсай а потом мне удалось приобрести приобрести еще две тришки вот такие и в общем я очень довольна что у меня эти две остались но дальше я не знаю что делать когда они закончатся когда я крашусь для видео я прихорашиваюсь и крашусь другой тушью а у меня есть и лаудер и там у меня другой цвет есть черный и есть еще фиолетовый мне нравится но вот фиолетовый мне нравится кстати с когда он чуть-чуть красноватый вот раньше было это уже снято сейчас была у сисли такая тушь она просто гениальная впечатление что она меняла цвет вообще то есть она была такая фиолетовая но у нас цвету она давала какой-то красно-бурый цвет в общем это было такое что-то невероятное и сам взгляд такой вот тоже загадочный но значит сенсай мне нравится меньше хотя по вот этим эффекту косметическому декоративному наверное он круче тришки но снимается хуже не меньше нравится все равно как-то ресницы остаются даже вот я не вижу как уходит тушь может быть это и хорошо но потом у меня как будто бы что-то как будто клей какой-то остается на ресницах поэтому вот так вот поделилась с вами таким секретиком счастливо пока совсем забыла я оставила вас без сладкого не переживайте этого на всех хватит посмотрите мы готовимся к рождеству вообще-то мы готовимся еще с сентября но сейчас-то процесс уже идет полным ходом налетайте выбирайте на любой вкус тарта ситрун бомба шоколад эклер пари-брест прекрасной вам и не скучной недели